МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это чему будут учить омских школьников. Вынесен приговор по делу о хищении почти 55 миллионов рублей у компании «Зерно Сибири». Вердикт огласили в Куйбышевском районном суде. Фигуранты – экс-директор фирмы Алексей Сикачев, бывший глава компании «Дары Сибири» Максим Плужников и руководитель организации «Глобал-С» Станислав Саута. Всех признали виновными в мошенничестве группа лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Суд установил, с января 2019 по май 2020 года обвиняемые заключили фиктивные договоры на поставку и хранение зерна, а также на оказание услуг элеватора. Однако вырученные средства, почти 55 миллионов рублей, главы компании направили на иные цели. Отметим, в отдельное производство выделено уголовное дело Александра Четверикова, члена Совета директоров «Зерна Сибири». Сейчас он находится в международном розыске. Приговор тем, кто оказался на скамье подсудимых, вынесли 5 сентября. Вину фигуранты так и не признали. Суд назначил каждому из них наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Со штрафом по 800 тысяч рублей каждому и ограничением свободы на один год. Кроме того, суд обязал их в полном объеме возместить причиненный ущерб. В Омске осудили банду мошенников. Приговор вынес Первомайский районный суд. Установлено, шестеро омичей звонили пенсионерам от имени их родственников. Сообщали, что якобы стали виновниками, а вались с пострадавшими. Просили денег, чтобы возместить ущерб. К разговору подключался лжесотрудник полиции. Пожилые люди отдавали все сбережения курьерам. Средства затем поступали на счета кураторов в Белгороде и Москве. Потом участники преступления получали свой процент. Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Отметим, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В ходе предварительного расследования была установлена причастность фигурантов к 8 эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей. В зависимости от роли и участия каждого суд приговорил участников организованной группы к различным срокам лишения свободы. А мечи дышат опасным воздухом. В Ленинском округе зафиксировано почти трехкратное превышение сероводорода. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Выбросы происходили 5 сентября с 12 часов ночи до 8 утра. Тогда же в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе. Отметим, 6 сентября уровень загрязнения атмосферы ожидается пониженный. Глава Омского депымущества Дмитрий Махиня избран мэром Томска. Собрание Думы города состоялось 5 сентября. Кандидат набрал две трети голосов, то есть 26 из 33 возможных. Махиня в своем выступлении отметил. В Томске предстоит ремонтировать дороги, освещать улицы, ставить камеры видеонаблюдения, оборудовать ливневки, обновлять общественный транспорт, устанавливать теплые остановки. Также избранный мэр затронул темы благоустройства, образования, культуры, социального развития и бизнеса. Дмитрий Махиня намерен наладить диалог власти и населения. Отметим, в Томске градоначальника не было три года. Обязанности исполнял Михаил Ратнер. Теперь без руководителя остается Департамент имущественных отношений администрации Омска. Махиня занимал этот пост с января 2019 года. Экс-директор 12-го канала Александр Малькевич назначен советником губернатора Санкт-Петербурга по работе с новыми регионами. Решение принято 5 сентября. Малькевича сняли с должности гендиректора телеканала Санкт-Петербург. Там его место займет Екатерина Ходоринова. Теперь Малькевич вместе с главой северной столицы Александром Бегловым будет заниматься вопросами Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Напомним, с 2014 по 2018 год Александр Малькевич возглавлял местный 12-й канал. В марте 2017 был избран представителем нашего региона в состав Общественной палаты России 6-го созыва. Стартовал кадровый проект «Омская область. Про движение для региона» – это первая подобная инициатива. Цель – выявить и развивать перспективных управленцев. Организаторы конкурса – аппарат губернатора и правительства Омской области. Проект поддержала президентская платформа «Россия – страна возможностей». Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области, развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут качественно повысить жизнь всех жителей региона, причем во всех сферах и отраслях. Проект также поможет вернуть в регион специалистов, которые ранее не нашли здесь возможности для развития. 5 сентября состоялось первое заседание наблюдательного совета. Это коллегиальный орган. В состав вошли специалисты из различных отраслей. Цель наблюдательного совета – это, конечно же, объективность, прозрачность проведения процедуры. Для того, чтобы не было никаких нареканий со стороны участников, мы будем максимально включены в эту работу. Омская область про движение – это отправная точка для выстраивания диалога между властью и жителями региона. Победители станут востребованными специалистами на рынке. Сегодня создать кадровый резерв чрезвычайно важно. Запуская этот конкурс, руководство региона создает прозрачную систему обновления органов исполнительной власти на всех уровнях. В ее основе будет независимая оценка знаний и навыков кандидата. Отбор из трех этапов. Регистрация – заочный и очный. Первый этап продлится с 5 сентября по 19 октября. Во МИЧЕ есть возможность подать заявку на участие в проекте на сайте продвижение55.рф. Важно, чтобы у человека было образование выше, чтобы у человека был управленческий опыт не менее двух лет. И важно, что человек соответствовал бы одному из следующих условий. Он или родился на территории Омской области, или он проживал не менее трех лет, или обучался в образовательных организациях Омской области, или работает в настоящее время не менее трех лет. Зарегистрированные участники заполнят онлайн-анкету и напишут эссе. Дистанционный этап пройдет в ноябре. Финал назначен на февраль. Победители получат сертификат на 1 миллион рублей на обучение по управленческой теме, а также будут включены в резерв управленческих кадров Омской области. Всех финалистов пригласят в экспертный клуб под руководством главы региона. Больше 4 миллионов на рекламу. Министерство массовых коммуникаций Омской области ищет подрядчика, который займется оформлением баннеров. С помощью наружной рекламы жителям региона будут рассказывать о работе облправительства, в частности, о решении общественных, политических, экономических, социальных и культурных вопросов. Стоимость контракта превышает 4 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 11 сентября. Торжественный момент. В школе номер 23 открылся обновленный тир. Идея о возвращении стрелковых классов принадлежит депутатам Омского городского совета. Они обсудили создание пяти площадок, по одной в каждом округе. Сейчас готова первая. Парламентарии лично подбирали подходящие учреждения, наблюдали за процессом строительства. Сегодня свершилось то, что мы задумали еще в прошлом году. Я уверен в том, что дети, которые будут здесь заниматься, они будут нашим будущим. Они завоюют золотые медали так, как это завоевала Виталина Бацарашкина для Омска, для мечей. И будут мужественными, сильными, умелыми детьми. Вдохновить ребят поможет встреча с олимпийской чемпионкой. Депутаты Омского городского совета планируют пригласить Виталину Бацарашкину в школу. Хотят организовать профессиональный мастер-класс. В арсенале учебного тира новейшие автоматы и пистолеты. Конечно, пневматические. Хорошие винтовки, пистолеты, сам тир соответствуют всем требованиям. В любом случае надо в жизни уметь все делать. Независимо от того. Стрелять, на станках работать. Все это нашим детям пригодится. Чем больше у них будет умения, чем больше им это в жизни пригодится, тем лучше они будут впоследствии жить. Реализовать идею депутатов помог проект меценарства. Строительство тира спонсировал руководитель компании «Реактор» Илья Николин. Проехали несколько магазинов, где продавалось стрелковое оружие. Нашли те оружия, которые действительно отвечают всем требованиям. Раз, и во-вторых, очень хорошо изготовлены. То есть здесь представлены лучшие. Депутаты делятся планами на будущее. Когда в каждом округе появится по тиру, хотят провести среди школьников соревнования по стрельбе. Победители получат призы от Омского городского совета. В Черлакском районе все-таки открыли новую школу. Об этом сообщили в обл. правительстве. Дети должны были пойти в заведение еще 1 сентября, но объект не успели официально зарегистрировать. Уладить формальности планировалось до 7 сентября, однако подрядчик справился раньше. Напомним, именно за эту школу министру Александру Рожко объявили выговор в преддверии Дня знаний. Глава профильного ведомства обещал успеть в срок. Аналогичная ситуация в Горьковском районе, где ученики все еще ждут открытия новой школы. Дороги, водоснабжение, газификация и сельское хозяйство. Временно исполняющий обязанности губернатор Омской области Виталий Хаценко провел встречу с жителями Павлоградского района. Обсудили актуальные вопросы. Мы сегодня, как в принципе и последние уже 5 месяцев, работаем в районах, в округах города Омска и задача познакомиться. Павлоградцы попросили помочь с ремонтом местного детского сада. Он находится в одном здании с врачебной амбулаторией. Ее обновили полностью, а в дошкольном учреждении только заменили окна. Внимание требует фасад и кровля. Виталий Хаценко поручил отремонтировать детсад уже этой осенью. Средства выделят из областного бюджета. Невозможно проехать ни в полицию, никуда. Помогите, пожалуйста, нам с этим. Мы куда только не обращались. Ямы большие привести в порядок, засыпать, чтобы это была нормальная ровная дорога. В Павлоградском районе нет футбольного поля с искусственным покрытием. Площадка на стадионе портится от дождей. Интерес к спорту у школьников есть, и это нужно поддерживать, уверен глава региона. Предложение местных жителей одобрено. Поле с газоном появится в следующем году. В этом году сборная нашего района стала чемпионом зимнего праздника по мини-футболу в Нижней Омке. И мы всем этим очень гордимся. Поэтому у нас сейчас в Павлоградке такой футбольный хороший бум. Сейчас в Павлоградке обновляют водопровод по улице Гагарина. Жители просят не останавливаться на этом и продолжить работу. Муниципалитету решено поставить необходимые материалы. Масштабная замена сетей стартует в 2024. Это улучшит качество воды в районе. Еще одна тема на повестке – экология. Виталий Хаценко рассказал о решении наболевших проблем. Сегодня мы к этому идем. Идем, кстати, одни из самых первых в стране. У нас задача сегодня. Мы в Омске сейчас четыре крупные свалки культивируем, которые там с 50-х годов прошлого века накапливались. Это показывает, что страна смотрит на это и выделяет огромные деньги. Там почти 10 миллиардов рублей под 10 миллионов тонн мусора. Сельское хозяйство. Поля Павлоградского, как и многих других районов в этом году, пострадали от засухи. Сельхозпроизводителям предложили компенсировать часть затрат на покупку сочных кормов. Из областного бюджета на эти цели выделяют 200 миллионов рублей. И еще столько же – субсидии на производство молока для крестьянско-фермерских хозяйств. Поддержка личных подсобных хозяйств – 50 миллионов рублей. Виталий Хаценко пояснил, в этом году Павлоградский район попал в перечень на дополнительную помощь. В центре Омска изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте мэрии. По улице Маршала Жукова в районе пересечения с Красных Зорь в направлении 10 лет октября теперь запрещен левый поворот. Цель изменений – сократить число аварий и увеличить пропускную способность на участке. А Мечам предлагают два альтернативных пути. Поворот налево в районе пересечения Жукова с улицами Чкалово, Почтово и Лермонтово, а также движение со стороны бульварной по Пушкино без выезда на Жуково. Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.